Дмитрий Марков Мы можем отметить мероприятия, которые были запланированы нашим календарным планом и календарным планом всероссийских соревнований. Прошлый год можно отметить Кубок России и Кубок Юности России. В Кубке Юности России отмечаем наших юных спортсменов до 18 лет. В Кубке России это уже взрослый выступает. Это у нас ноябрь месяц, город Архангельск. Ребята себя очень достойно показали. Ребята, два человека выполнили норматив кандидата мастера спорта и они, соответственно, получили это звание. И в декабре мы завершили уже свое региональное мероприятие. У нас они всегда поступенчато идут. То есть мы делаем первоначально свое региональное мероприятие. Ребят, отсматриваем, как они готовы, насколько они технически и психологически подготовлены для выступлений на всероссийских соревнованиях. В 16-й год мы вошли в феврале месяце первенством северо-запада федерального округа. Тоже он проходил в городе Архангельске. Ребята тоже себя очень достойно показали. Как раз это соревнование мы обычно всегда более-менее, можно сказать, обкатываем совсем юных. Это от 10-11 лет ребят. Ну и 12-14 по возможности, конечно. Ну, большая часть это мы на возраст 10-11 лет. Потому что уровень чуть-чуть пониже и много всегда на это мероприятие юных спортсменов приезжает. И поэтому очень интересно отследить как раз, как ребята готовы для дальнейшего сезона в апреле. И опять же, это является все отборочным, опять же, ступень отборочных соревнований. Каждое соревнование это мы готовим как основной чемпионат и первенство России и чемпионат и первенство мира, который был в этом году. Чемпионат и первенство России проходил в городе Казани в апреле месяце. Ребята себя тоже, опять же, очень достойно показали на чемпионате России в возрасте 12-14 лет. Это в поединках. Опять же, можно отметить, что у нас два вида программы. Это поединки и формальные комплексы. То есть человек показывает технические свои возможности и технически, как он оснащен для того, чтобы в дальнейшем показывать это все в поединках. Ну, такая специфика нашего вида спорта. И в чемпионате России, да, было у нас первое место у спортсмена 12-14 лет. Также было третье место в формальных комплексах у спортсмена. И отличились у нас две девочки. На чемпионате России у нас был абсолютный победитель в возрасте 12-14 лет. В поединках у него первое место было. И в формальных комплексах. Также у девочек 10-11 лет. Тоже были призовые места. Очень себя достойно показали. Выезжали в город Казань. И это был, опять же, дальнейший шаг для участия в чемпионате мира, который проходил тоже в Казани в июле месяце. Очень много участников. Еще хочу отметить, что вот на чемпионате России, который проходил, достойно очень приехало очень много спортсменов. Я давно уже не было столько участников. Свыше 2000 участников. Там просто категории были по 80-100 человек. Категории это очень достойно. Можно сказать, выступить в поединках, где 60-80 человек в поединках. Это очень многое. По различным видам восточных единоборств. Если даже срез какой-то сделает, это очень высокий уровень количества участников. И следующее соревнование, чемпионат мира, который проходил в Казани. Тоже хороший очень уровень организации. Ребята проучаствовали. Тоже первое место было у мальчика 12-14 лет. И третье также место было у спортсмена 15-17 лет. И девочки у нас тоже отличились. Две девочки возле 10-11 лет. Это тоже призовые места были отмечены. Ну, очень-очень хорошо выступили, достойно себя показали. То есть уровень, потому что количество участников, которые приезжают от нашего округа, оно, конечно, желает большего. Потому что, ну, чтобы доехать в центр России, это дорогостоящее такое мероприятие получается. Немножко проще добираться спортсменам, которые непосредственно живут ближе к центру. И транспортная составляющая для них, она дешевле, чем для нас. Вот, поэтому мы всегда вывозим, отбираем ребят. Опять же, отбираем как по всероссийским соревнованиям, так же и по региональным, по участию в региональных наших соревнованиях. Самое главное, чтобы они были технические и психологически готовы к соревнованиям. Потому что, ну, ехать, затраченные финансовые средства, окружные финансовые средства, поэтому нужно их все-таки, ну, чтобы их реализовать, нужно достойно себя показать. Вот, поэтому я думаю, что мы достойно себя на всероссийском уровне показываем. И я думаю, что и дальнейшая эта популяризация, за счет этого к нам ребята будут приходить, наши новички, можно и сказать, еще не спортсмены, новички будут приходить в наш вид спорта, который мы очень любим и будем достойно заниматься вместе и трудиться для того, чтобы добиться каких-то результатов. Дальнейшие наши соревнования, сейчас мы начнем подготовку. С 1 сентября, как в школу, начинаем заниматься. Отчасти уже ребята начали заниматься, кто старше, кто уже достойно показывает себя, конечно, у них уже процесс этот идет. Для среднего уровня ребят мы с 1 сентября начинаем заниматься. Во всех учреждениях доп. образования, которые, даже пускай и спортивные направленности, в учреждении Федерации Тэквондо, она представляет всегда тренерским составом, и поэтому проблему записаться в каком-то части нашего города и Заполярного района также. всегда, пожалуйста, в любое учреждение можно приходить, необязательно звонить. Мы всегда примем в объятия и готовы воспитывать начинающих и в будущем хороших спортсменов. Значит, и о дальнейшем плане мероприятий это у нас будет Кубок России. Пока мы не знаем, но это ноябрь-декабрь, пока мы не знаем город, где будет проходить, но мы к нему начинаем готовиться. Мы к нему начинаем готовиться. С сентября начинаются тренировочные сборы у ребят, которые более-менее могут попасть в состав сборной, которая, может быть, поедет опять, это все зависит от финансирования. Но мы все равно готовы, мы выполняем свои задачи, которые поставлены перед Федерацией, также перед спортсменами, потому что они понимают, что спортсмены, они показывают результаты для себя, но и не забываем для того, где мы живем, про наш регион и, соответственно, для России. То есть у нас уже есть чемпион мира, да, так по тэквондо я понимаю? Есть, есть уже ребята, да, которые показывают. Вот, ну, самое главное, то есть это приятно всегда слышать, но дети, они, это очень нужно так подойти мягко к этому, потому что они забывают, они понимают, что они выиграли соревнования крупные, вот, они забывают, что они спортсмены, то есть им дальше заниматься, им дальше выступать не обязательно в всероссийских соревнованиях, а им нужно будет выступать в наших региональных соревнованиях и доказывать свое превосходство или показывать даже не превосходство, а свой уровень, свой уровень, свою технику, потому что, если проще сказать, тэквондо это вид спорта, не забываем, это сейчас были летние олимпийские игры, показатели он тоже есть, вот, это тоже один из разновидностей тэквондо, который популяризируется и также мы его здесь проводим тренировки по этому виду спорта. Вот и хочу даже добавить, что в апреле месяце ездила у нас спортсменка 15-17 лет на всероссийские соревнования по тэквондо. Это я перечислял соревнования по тэквондо ГТФ, одна из версий, их три версии. Олимпийская версия это тэквондо ВТФ, Всемирная Федерация Тэквондо. Также мы развиваем, также работают тренера, и в апреле месяце ездила у нас участница, вот, проучаствовала во всероссийских соревнованиях, и она прошла отбор на участие в чемпионате России, вот, но ввиду финансовых проблем это очень, конечно, плачевно, можно сказать, потому что попасть, отобраться по олимпийскому виду, это немножко посложнее, и там квоты обязательные, вот, она прошла, попала, но не получилось в этот раз, очень, конечно, печально, но будем надеяться, что дальнейшей, у нас таких промахов не будет, вот, ну, это очень достойный результат, и такой же этот стиль мы развиваем также параллельно с стилем, который, вот, я перечислял мероприятие, которое мы развиваем очень давно, с 92-го года. Это была программа «Спорт 100», и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова